Экс-чемпион мира в среднем весе 27-летний канадец Давид Леме вернется на ринг завтра в Монреале, Канада. Его соперником станет 28-летний миссиканец Джеймс Делароса. Между тем, Леме уже строит планы на будущее и считает, что в дальнейшем может встретиться с чемпионом WBC в среднем весе миссиканцем Саулем Альваресом. «Я собираюсь сделать так, чтобы наши пути с Канело однажды пересеклись», — сказал Леме. Это совершенно точно. Напомню, что в своем прошлом поединке Леме проиграл по техническим нокауту в 8-м раунде Геннадию Головкину и потерял свой титул чемпиона мира по версии IBF. Экс-чемпион Европы в среднем весе украинец Макс Бурсак хочет встретиться с Геннадием Головкиным в случае победы над Джо Сандерсом. Билли Джо Сандерс неплохой боксер, но в нем нет ничего особенного. Правда, он много разговаривает. Тактический рисунок на будущий бой уже есть. Надо больше работать серийно, прессинговать. Тогда Сандерс обязательно сломается. «У Сандерса много равных поединков, где его вытягивали. Согласен, что нужно делать ставку на нокаут, иначе Сандерса снова вытянут. Соглашусь ли я в случае победы над Сандерсом на объединительный бой с Геннадием Головкиным, если я отберу пояс у Сандерса, то мы обязательно встретимся с Головкиным», — заявил Бурсак. Напомним, 30 апреля Максу Бурсаку предстоит провести поединок за титул чемпиона мира WBO в среднем весе с Билли Джо Сандерсом. Организатор и боксерского шоу 23 апреля в Ингулуде, США, главным событием которого станет поединок с участием Геннадия Головкина и Романа Гонсалеса, довольный темпом продажи билетов на арене форума. Так, на данный момент уже реализовано более 10 тысяч билетов. Президент UFC Дана Уайт недавно был гостем радиошоу ESPN, во время эфира он анонсировал возвращение Конора Макгрегора в клетку. Как и предполагали многие, Ирландец станет частью юбилейного турнира UFC 200, запланированного на июль этого года. Вот слова Даны. «Да, в прошлом вечере я был у него дома. Он хочет подраться снова как можно скорее. Он жаждет вернуться и хочет нового боя. Мы работаем над тем, кто станет его соперником. Ты не можешь заставить людей биться. В этом деле должен быть огонь. Чтобы драться внутри тебя, должен быть настоящая страсть. Вы знаете о чём я». Конор Макгрегор – это отличный пример. Этот парень исправит ситуацию и подерётся снова на UFC 200. «Вы знаете, что я имею в виду. У тебя должно быть сжигающее тебя изнутри желание драться. Если его нет, то лучше не выходи на бой». Макгрегор в данный момент оправляется от своего первого поражения в октагоне, которым в главном бою UFC 196 нанёс ему Нейт Диэс. Судя по заявлению самого бойца и представителя промоушена, следующий бой Конор проведёт в полулёгком весе. И это будет первая для него защита титула. Соперником будет либо экс-чемпион Жозе Альдо, либо топовый боец Фрэнк Эдгар, которым ведёт серию из пяти побед.